Не лаборатория, а кузница кадров. В Кирове открылась лаборатория фармацевтической биотехнологии. В ней будут готовить высококвалифицированные кадры для биофармацевтического кластера нашего региона. По сути, вся лаборатория – это производство, уменьшенное в разы. Оборудование позволяет осуществлять полный цикл разработки биофармацевтических препаратов, по которому работает биомедицинский комплекс «Нанолек». Лаборатория позволит готовить новых специалистов специально для производства лекарств. Вы знаете, что производственное предприятие, но у него нет ни времени, ни возможности обучать студентов, чтобы из них получились прекрасные толковые специалисты. А вот такая мини-лаборатория уже, она, конечно, как раз и способствует подготовке высококвалифицированных кадров. И научить человека чисто теоретически невозможно. Он должен своими руками попробовать весь процесс. Фармацевтическая биотехнология – это направление новое не только для Вятского государственного университета, но и для России в целом. Сегодня фармацевты, которых готовят в медицинских вузах, не ориентированы на производство. В идеале кадры для биофармацевтики должны сочетать в себе и серьезную теоретическую базу, и практические навыки работы с биофармацевтическим оборудованием. Наверное, учить человека делать таблетку и не показать ему, как работает таблет-пресс, наверное, достаточно странно и невозможно. Соответственно, здесь есть, безусловно, оборудование, которое является общебиотехнологическим, которое дублируется в других лабораториях. Но есть часть единиц, таблет-пресс, дрожжировочный котел, оборудование для анализа качества таблеток. То есть это только биофармацевтика, только производство готовых лекарственных бомб. Напомним, что биомедицинский комплекс «Нанолек» составляет основу биофармацевтического кластера, созданного в нашем регионе и уникального в целом для России. Здесь уже начался выпуск импортозамещающих инновационных лекарственных препаратов, основная задача которых – профилактика социально значимых заболеваний. Пока «Нанолек» выпускает только твердые лекарственные формы. На следующий год запланирован запуск производства вакцин. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.